Здравствуйте, дорогие зрители! Наверное, у вас такой вопрос жирный в голове. Что же произошло? Почему наши дети пошли в школу и так далее? Что же случилось в нашей семье такого, что мы обещали, что дети не пойдут в школу? И все-таки это событие происходит. И в какую именно школу идут наши дети? И каковы причины? Сейчас обо всем этом мы поговорим в этом видеоролике. Помните, очень многие из вас задавали вопрос «А что же будет дальше, когда темы станут более сложными? Когда все больше и больше времени нужно будет тратить на детей? А дети растут, а уроки становятся сложнее, длиннее? Когда у вас вместо двух учеников будут уже три ученика, потом четыре, потом пять? Что же вы будете делать? И вот наступило это время. Оно было все-таки не где-то там за горами, а вот-вот, близко-близко. Объясню почему. Потому что у меня сейчас вместо одной работы теперь две. Это во-первых. Во-вторых, времени действительно на учебу стало еще больше уходить. С учетом того, что у меня Тимофей в этом году пошел в первый класс. Мы сейчас изучаем им с ними темы с первого по четвертый класс. И хотим за два года пройти вот эти четыре класса. То есть этот год пройти эти четыре класса, потом в следующий год четыре класса пройти, повторить это все и потом уже перейти в пятый как бы. А Аня Паша сейчас у нас в шестом уже классе и темы у них довольно-таки очень сложные. Дроби, сокращения, дроби, умножения, деления и так далее, отрицательные числа. Это все по-русскому очень такие глубокие темы и так далее. И занимают они очень много времени. Получилось так, что не то, что я не стала успевать. Из-за того, что у меня дополнительно добавилась нагрузка и дополнительно добавилась у них нагрузка, и которая начала дополнительно занимать мое время, я стала не успевать их обучать дома. Поэтому мы решили детей сдать в школу с их добровольного согласия. Единственное, что это необычная школа, это онлайн-школа. Поэтому, в принципе, случилось то, о чем многие хотели, но не в таком формате, в каком вы ожидали. Что, в какую онлайн-школу мы их сдали? Мы много пересмотрели вариантов. У нас друзья тоже есть в Новосибирске, которые у них мальчик ходит в онлайн-школу, обучается. Много советовалось, много искала. Остановились все-таки. Вы помните, мы очень часто вам говорили, что мы обучаем детей в... Даже не в школе мы обучали. Да, это на сайте правильно называется, Боречка просто сзади меня подсказывает. Смотрит на это, думаю, так, давай, сама Таня рассказывает, что ты меня отсюда впутываешь. Короче, у него красноверечивый взгляд за камерой. Мы на сайте обучали детей интернет-урок.ру. И очень многим советовали этот сайт, вы его знаете. Так вот, оказалось, что на нем есть три вида обучения. Мы не знали об этом. Под конец этого видео дети поделятся своими впечатлениями. Опечатлений у них очень много. Они сами поделятся, как они себя чувствуют, как они воспринимают информацию при том выборе учебы, которую мы выбрали на этом сайте. Какие плюсы, какие минусы и так далее. То есть и Паша, и Аня смогут вам сами поделиться. Я Аню и Пашу только перевела на этот вид обучения, онлайн-школу. Тимофей обучается со мной. Мы обучаемся сейчас по книжке. Помните, я покупала книжку. Значит, с 1 по 4 класс вся программа, которую должен знать ребенок. Вот мы с ним по этой книжке занимаемся. Я ему даю домашнее задание. Мне там пишет, заучивает, что-то, ну, то есть рисует и так далее. А вот их мы перевели на онлайн-обучение. И сейчас мы с вами перейдем на сайт, кому интересно. Я вам покажу вот эти три вида обучения, расскажу о них. И, то есть плюсы и минусы мы посмотрим с вами. И в конец мы уже посмотрим, как дети занимаются, то есть их впечатление. Ну, короче, давайте перейдем на сайт, будем с вами смотреть. Для кого это интересно? Для двух категорий людей. Значит, первая категория это семейники. Люди, которые либо уже перевели ребенка на семейное образование, но сами не понимают, как организовать вот эти уроки и так далее. И второй вид, кому это подходит, подходит людям, у кого дети учатся в школе, но вы хотите дома подтянуть, но обратно же вы, как мама, тему не совсем знаете, а откуда-то информацию брать надо. Чтобы не частного репетитора нанимать, вполне возможно воспользоваться именно уроками с этого сайта. Поэтому давайте переходим на сайт и будем все подробно изучать с вами. Вот так вот выглядит сайт домашняяшколаинтернетрок.ру. Здесь есть бесплатная неделя. Вот вы видите, можно начать заниматься бесплатно. Значит, давайте посмотрим по стоимости. Стоимость обучения, это, наверное, первое, что интересует очень многих. Сейчас мы с вами посмотрим этот вопрос. И виды обучения. Смотрите, стоимости, форматы обучения, обзор. То есть есть самостоятельное обучение, это то, о чем я вам говорила. Давайте посмотрим, что входит в этот самостоятельный образ обучения. Включает в себя доступ ко всем материалам в библиотеке, видеоуроки, конспекты, тренажеры и тесты. Это то, что мы оплачивали 900 рублей в месяц примерно, не помню. А, вот его 700 рублей в месяц. И вы имеете тесты, тренажеры, видеоуроки и конспекты. Удобное расписание, интерактивные тренажеры, видеозапись и онлайн-консультации с учителем. Это самостоятельный способ. Второй способ это с учителем. Значит, что сюда входит? Все функции формата самостоятельный, включая доступ к материалам библиотеки internetgrove.ru, а также общение с учителем в онлайн-чате во время консультации, где ученик может задать вопросы и сразу получить ответ. Задания с автоматической проверкой и множеством вариантов условий. Проверка домашних заданий учителем, что очень важно, уже не мама, видите, проверяет не родители, а именно учитель проверяет. Оценки и рекомендации преподавателей, что тоже очень важно, потому что не всегда мама их может дать. И возможность задать вопрос учителю и получить развернутый ответ в течение 15 минут. Указано московское время, когда в месяц такое занятие обходится в 2500. И вот сейчас мы занимаемся именно в таком формате пока что. И есть еще третий формат зачисления. Вот мы тоже подумываем о нем, зачисляться нам или нет. Если будем зачисляться, то это с сентября месяца. Значит, здесь все то же самое, что с учителем. Но плюс еще этот вариант с зачислением для тех, кто хочет перейти на семейное или заочное обучение и иметь возможность заниматься в удобном для себя режиме, но при этом получить документ государственного образца аттестат. То есть если с учителем форма здесь ставятся оценки неофициально, чисто для вас, для проверки ребенка, для родителей, и потом нужно будет сдавать экзамены в школе, то здесь уже с зачислением вы зачисляетесь официально в школу дистанционно и вам официально выставляют оценки, которые потом войдут вам в аттестат. Значит, что сюда входит? Все функции формата самостоятельный с учителем, включая доступ материалов. Дальше официальное зачисление в лицензированную и аккредитированную школу города Москвы. Там не только сейчас в Москве. Там вот мы узнавали Москва и вокруг Москвы много школ разных. Дистанционное оформление всех необходимых документов. То есть чтобы оформить документы, вам не надо туда ехать, а вы отправляете, я так понимаю, сканы, документы, вас зачисляют в школу. Дистанционное прохождение промежуточных аттестаций, что очень удобно. И возможность зачисления иностранных граждан. То есть вы можете жить, не знаю, где-то в Африке, в Америке, в Таиланде, где угодно, возле моря, возле океана, но при этом обучать своего ребенка по программе школ российских. Такое обучение стоит в месяц 4-500. Я скажу так, вот эта вот цена очень-очень лояльна. Я общалась с подругой, так вот она платит на много, платила, сейчас они тоже ребенка будут переводить в другую школу, платила в два раза практически дороже, чем здесь. Поэтому это очень классно, с учетом того, что у вас есть обучение, консультации с учителем, официальные оценки и так далее. Значит, в каком формате идет занятие? Сейчас мы с вами это все посмотрим. Вот мы с вами перешли на вкладочку обучения и покажу, в каком формате это все проходит. Сначала идет у ребенка видеоурок, дальше идут рекомендации к уроку, дальше идут тренажеры, которые ребенок проходит, которые помогают запомнить то, что он прошел в видеоуроке, идут онлайн-консультации, тоже в видеоформате и так далее. Вот таким образом она идет. И домашнее задание дается ребенку. Чтобы понятно, чтобы до конца-то все понять, нужно просто перейти и попробовать бесплатно, что это такое, потому что мы тоже, когда только вот это все здесь изучили, немножко было непонятно в плане, как это все происходит. Одно дело посмотреть, второе дело попробовать самому. Поэтому очень легко, вы нажимаете попробовать бесплатно, регистрируете ученика, неделю вы смотрите, пробуете, нравится, оплачиваете, дальше идете. Не нравится, закрываете, ищите что-то свое. Давайте так, мы, наверное, сейчас зайдем на один из аккаунтов, Анютен, например, и Анюта вам покажет, как она проходит обучение, как это все выглядит, как выглядит расписание, как выглядит самообучение, в общем, как выглядят тесты, чтобы это было более наглядно. Вот мы сейчас с Анюткой покажем на ее аккаунте, как уроки происходят. Вот выбрали, например, неделю пятнадцатую, видите, то, что она уже проходила. Домашнее задание, да, если ты не выполнила? Ага, вот она домашнее задание не выполнила здесь. Нет, я выполнила. Выполнила? А, все понятно. Короче, видеоурок, видите, вот зелененький, все, что показано, это значит, ребенок прошел. И родители могут контролировать, прошел ли что-то ребенок, нет. Ну, получается, и учитель, я так понимаю, тоже это все видит. Не уверена, но, в принципе, родители видят, все ли проходит ребенок. И вот, получается, у них идет видеоурок один, видеоурок второй, рекомендации. Давайте откроем, посмотрим, что такое рекомендации, видите. Потом тренировка. Закрепите материал с помощью тренировочных заданий. Видите? Вот Анютка делала, это отлично, это удовлетворительно. Можно повторить, пока не будет отлично. Потом тренировка еще идет. Так, а что здесь тень открывается? Ага, вот они. Задание. Видите? Очень-очень много тренировок. Дальше онлайн-консультация. Видите? То есть, с учителем, пока ты смотришь, можно писать ему, задавать вопросы в чате. И домашнее задание. Это когда ребенок выполняет домашнее задание, отправляет учителю, рассказывается, как выполнять, отправляет учителю, и учитель отправляет результаты домашнего задания. И вот, чтобы вы понимали, расписание, например, на 30-ую неделю возьмем. Понедельник, два урока, английский, математика. Вторник, один урок, русский язык. Среда, два урока. Четверг, один урок. И по пятницам здесь выходной. О, а здесь вот в субботу. Физкультура, музыка, изо и технология. То есть, иногда нету в субботу. Иногда только в это. То есть, с понедельника по четверг занятия. Поэтому очень классно. Не знаю, сейчас еще дети поделятся своим этим. Просто хотела показать профиль они, как выглядит. Ну что, моя ученица, что скажешь? Нравится тебе здесь учиться? Да, очень. А чем нравится? Что здесь ты можешь контролировать свою успеваемость сам. То есть, можешь передать тесты, сам делать. Контролировать свою успеваемость, короче. То есть, если не получилось тест сдать, да, там удовлетворительно можно пересдать, чтобы оно отлично было. Да. А нравится то, что ты от Паши не зависишь? Да. И не зависишь от расписания мамы и Паши, получается. Да? Мне очень это нравится. Аня в первые дни визжала от восторга. Ура, говорит, мама, мне теперь не надо Пашу ждать, когда он там может, не может заниматься. Я себе пошла, говорит, сама отзанималась. Аня еще стала хитрить пораньше, с утра встанет, быстренько отзанимается, занимается до обеда. Говорит, все, мама, я свободна. И такая ушла. Вы видели, как я бежала, когда просто у меня определенное время не было домашних заданий по математике, просто я изучала дроби. И потом я такая бежала, ура, наконец-то, домашние задания. Тебе нравятся домашние задания, когда дают? Очень нравится, да. Классно. Сейчас у Пашунки пойдем еще спросим, да, как он себя чувствует. Короче, Аня довольна. С одной стороны, вроде без мамы занимаешься, да, некому объяснить. С другой стороны, здесь, наверное, столько материала, что ого-го, то есть похлеще, чем мама дает. Поэтому это очень классный вариант для семейников. А мама только может контролировать, там что-то уточнять, да. Но, в принципе, вот они ко мне не ходят, потому что если до этого они постоянно бегали, мама, мы не поняли, помните? Да, да, да. Вот когда вы без учителя занимались. А сейчас получается такой формат занятий, как-то, что они все понимают, все усваивают себе. Слишком много материалов дается с разных сторон, что они все понимают. Поэтому я рада. Что скажешь ты про учебу онлайн? Класс! Лучше или хуже, чем с мамой? Или так, как вообще? В чем плюсы ты видишь? Ну, в общем, расскажи свои впечатления. То, что там тратится чуть больше времени, это минус. Но там хотя бы мы не занимаем время мамой, и потом она нам больше времени может уделять. Какой ты плюс нашел! Классный! То есть мы не тратим, получается, я не трачу время на учебу, могу потратить на свои дела, а потом вам уделяю в другом месте время. Тоже плюс классный. Такой вопрос. Сложно, не сложно заниматься? Как тебе нагрузочка? Я думаю, примерно так же, как в твоей, я думаю. Как что? Я думаю, так же, где-то как в школе. То есть много домашних заданий, да? Нет, тут немного. И, ну, я еще тут плюс один нашел, то что тут, если бы мы занимались с начала года, то тогда бы там по одному уроку в день, по два урока. По два, скажи. И так в школе по четыре, по пять. Да, мы просто сейчас догоняем, поэтому они занимаются по четыре урока в день. Нагоняют, нагоняют, нагоняют. То есть они могут целую неделю за день пройти. Могут там три занятия пройти, четыре занятия пройти, да. А со следующего года уже будем идти полностью по этому, по клану, по графику. Два, один урок, как тебе заниматься? Круто? Пару часов потратил и свободен. Ну, там домашние задания, тоже проекты, контрольные. Могу подправить уроки. Иногда бывают такие, что там на час затягиваются. Например, как по математике у меня было. Один раз там только 43 минуты уроки смотреть. Ну, а так все очень. Уроки быстро проходят. Хорошо. Тебе нравится, что мы сдали вас в онлайн-школу? Да. Все. Вот такие впечатления детей. Поэтому надеюсь, что кому-то будет полезно. Многие очень спрашивают. Таня, как справляетесь, где занимаетесь? Вот здесь занимаемся сейчас на данный момент. Так что ссылочку в описании оставлю на школу. Способ учебы выбирайте сами. А мы посмотрим, будем ли мы с зачислением или нет со следующего года. Но то, что точно будем с учителем, вот так вот. Дальше продолжать заниматься, это точно. Все. Пока-пока. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok